всем привет это канал красного герцога а это стелларис и сегодня мы продолжаем крепить мощь нашей империи с новым дополнением немезис так ну чё в прошлой серии мы закончили войнушку с бибаками кажется в прошлой серии я уже немножко тут запутался но главное мы провели раскопки нет правильно в позапрошлой серии мы закончили войну с бибаками а в прошлой серии мы провели раскопки открыли за открытую планету вот здесь вот получили к ней доступ кстати говоря у нее здесь какие-то особенности ну это все в общем-то под расчистку единство вот да у нас тут плюс 15 ко всем исследованиям то есть здесь как бы хорошо науками заниматься ну а так она в общем-то достаточно средненькая такая планета можно дать действительно еще не такое забабахать а вот и получили артефактик с нее миниатюрную галактику которая нам при активации дает 50 50 процентные точнее 50 процентов к прогрессу для случайной технологии на мой взгляд бонус так себе потому что ну если бы это было какой то можно было выбрать какую-то технологию это еще как бы было бы хорошо а случайно за 150 влияния точно не в ближайшем будущем да и у нас есть более интересные артефакты зато пассивный бонус скорость следу не плюс 5 достаточно интересен так что копать стоит в любом случае чё у нас в этом в этой серии в планах значит во первом будем отстраивать но как я и говорил новый флот на потому что у нас уже ну я просто хочу дальше этот флот добивать уже линкорами а вот они крейсерами или корветами поэтому будем делать новый флот сейчас единственное надо дождаться пока достроит нам тут опять же как обычно все сворачиваем ну еще до 2 еще корабля сейчас построят посмотрим сколько сколько у нас очков вместимость флота останется так тут надо заапгрейдить да и еще соответственно мы до отправился уже кораблик да уж ты долго лететь будешь ну что прыжком отправить вот по моему все таки с начиная с федерации скорость движения что прыжком что так она одинаково то есть разница только в том что прыжком можно допрыгнуть куда-то туда куда нельзя долететь обычным порядком вот так смены этики рад за вас ребятам и чё у нас тут со шпионами с нашими тут со . и тебе сделать делать тут особо нечего да подожди а вот что значит синяя полоса точнее фиолетовая операция идет понятно да и все еще идет операция вооружить копиров да я немножко запамятовал так а ты здесь сидишь или же нет сидишь еще ним не набрал так у нас здесь значит два посла работают во время операции да два посла в общем все послы заняты а у нас есть новый уровень федерации который нам дает что сплать обмен офицерами организуя частные военные частые военные игры с обменом высшим командовым составом между членами федерации мы достигнем большей согласованности скорости объединенного флота вклад членов федерации во вместимость увеличивается на 25 процентов так секундочку сейчас мы посмотрим что у нас тут где а ты здесь достроил да давай сюда и это у нас до флот федерации где-то резвиться а где резвиться флот федерации а о слушайте я что-то это зевнул и нашему союзнику тут неплохо так на это накидали надо помогать ладненько сейчас тогда подключимся будем помогать почему-то на здесь есть не знаю но давайте пойдем придется все-таки нам принять активное участие в этой войне потому что союзник наш огребает это плохо для нас том числе так что по подмогнем ему немножко вот ну а пока вернемся к нашим бараном так дальше внутренней линии хорошо изученные патрулируемые гиперпространственные коридоры из нашите на нашей территории дают нам невиданную свободу перемещения и позволяют быстрее как быстро концентрировать флотилии в нужном месте скорость корабли повышена на 10 процентов пространство федерации очень сейчас в тему я как раз вот лечу по своей территории так сфера влиять влияние мы стремимся к дружеским отношениям со всеми соседями если нам препятствует неуступчивость нынешнего правительства мы просто установим новое расход влияние на притязание минус 10 процентов тоже душевно тоже хорошо я кстати достаточно мощно да то есть в два раза сильнее чем наши союзники так что я молодец мнение не понял а почему минус 30 их мнение о нас минус 30 а всего с 240 а то есть наше мнение о них минус и мне их мнение о нас получат получается 240 230 ну да 240 понятно то есть они к нам относятся на минус 30 это плохо ну я вот это вот туда с отклонением предложения войны я считаю что тут разработчики тоже немножко перестарались учитывая как часто начинает долбить союзник если предлагает войну и ты ему отказываешь он потом очень часто начинает это делать и это неправильно либо надо больше кулдаун делать либо меньше хотя бы как-то урон от этого к на отношениях потому что иначе не иногда бывает война ну вот вообще тебе не в тему сейчас а он требует и ну блин так это у нас флот федерации законы да я теперь могу выносить так сказать новые законы на повысить централизацию это минус единицах сплоченности а у меня плюс 060 нельзя минус делать а если не повысить то не получится включить главным образом вот 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 сейчас объявление воин большинству приглашение большинство ну в принципе сейчас то ничего особо и не нужно в принципе да все интересные штуки они идут на вот от от среднего до когда голоса среди дипломатически то есть вот по количеству вот это вот свободная миграция так исключение членов объявлений воин еще вот этот но это вообще высокий уровень то есть очень очень не скоро будет можно попробовать конечно ате приемчество посилия ну-ка ну-ка посиль она это тоже максимальная можно срок правления увеличить но опять же пока он ничего не дает мне президентство смысле начальный опыт кораблей вот под армии у скорость строительства кораблей это что нам дает собственно наш союз ладно тогда я законы пока менять не буду уровень повышать тоже нужно хотя бы еще одного посла сюда есть вариант так сказать просто привлечь еще одну империю в наш альянс вот здесь ты чего не хочешь а ты не хочешь потому что почему дистанция далеко на то есть ты считаешь что ты слишком слишком далеко этих приглашать это вот с этими в конфликт вступать ох тышь как тут все сложно то пошло так у них есть пакт о защите с вот этими двумя вы где тут вот это вот и ну и так мелочь то есть вот 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 это в основном да вот где ты здесь не страшно далеко ну вот как нуте приглашать их не приглашать тоже сейчас начнут долбиться а войдемте повоюем они же нас тоже воинственные ребята да безжалостно капиталисты милитаристы поводы для войны есть у них с кемой полного ну требуется от тут отличные отношения или посол ладно тогда пока не будем назвать пока займемся немножко другими вещами где тут кого на 5 кидают а но это ты планеты себе возвращаешь окей что у нас там с науками энергокредиты это хорошо от учета все стало достаточно печально у нас плюс 23 всего так научный комплекс интегратор давайте алгоритмы наверное и так академия космофлота максимум звездных баз способность к пустошен ну давайте по папачкам наберем так и собственно собственно новый флот нам надо уже строить или нет еще не достроен господи как ты долго строишься ладно тогда сейчас немножечко подождем так достроили у меня вроде бы еще один кораблик два крейсера здесь 8 нам все правильно на этим их сюда сразу тогда и направим вот и получается 99 78 очков да ну в общем езди развернуться давайте тогда зарядим сколько у нас здесь получается по 10 и 12 но по 10 до корветов 20 штук будет давайте тогда и зарядим корвет раз два три 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 вот для начала хватит не туда ткнул так до 22 здесь у меня и хотел посмотреть две верфи отлично не хай строят с товарами массового спроса пока ничего сделать не получается к сожалению у меня стоп секунду да тут все товары предлагают опять визуальный рецептор закройте ласкающий поток энергокредитов бобла бла 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 а методы на умском у меня уже есть методы москве и визуализации спасибо не надо что тут ужин никак не за апгрейдится тут у нас тут у нас а тут у нас что а тут я верфь строю да то есть еще одну верфь и еще один торговый узел а сюда можно поставить торговую да могут торговую компанию космическую давайте мы здесь и поставим да ничего не получается сделать потому что в общем то все по максимуму остается только в общем то торговать минералами и покупать на рынке эти вот товары массового спроса по другому пока никак в принципе в принципе да чё я торможу можно же рассмотреть возможность колонизации а здесь кстати вот это это минус вот это ребята кстати не правы кардинально я считаю если уж вы решили плодовый район добавить чего его здесь то нет по размерам смотри да ну-ка мекува мекува же мекура реликтовый мир сделать ее центром производства ну как вариант да как вариант районов здесь действительно много не понял а закончен просто показывает что они были но с другой стороны она находится очень уж неудачно если что рискуем огрести терм тут энергии много вот тут тут еды много тут минералов много ну как-то блин такую эти большую планету в которой на которой ничего особенно нету вот точнее на которой всего мало нету наоборот на самой маленькой только ну тут она и так нам не разгуляешься тут минеральчиков много хотя с минералами у меня проблем нет и системы с большим количеством минералов еще больше вот тут кстати неплохо можно было бы да да вот сюда давайте бахнем наверное и кстати говоря кто полетит ну не дарлоки явно на враны сто процентов на них а и врана летят у меня новый договор я не помню видела но и в смысле было это на серии или нет у меня с мандасурами теперь договор о миграции и надо им как бы это поменять гражданство там да вот крепостные враны на это врана у нас ну почему подожди секунду вот враны а это half враны какие-то зигмоки а вы откуда учились вас по нулям а вы интересно так млекопитающие клинический мир это мои эти вспомогательный раз вот хаска какие то что за хаски откуда взялись хорошо черкера вы это резиденты ну получается подожди а кто вообще в этой мандасуре то титульная так сказать нация мандасура и что-то они ко мне не лезут на а мне только вот хаски какие-то присоединяются он пока один единственный не знаю надо ли мне его вообще ладно не будем пока этим заниматься единственная хотел бы посмотреть меня ношение примите это переселением присвоение протокол перед начали статус границ беженцы регулирование чистости разрешено рабство разрешено гонение только раз и граждан непонятно почему почему мы точнее ну да в принципе непонятно почему все новоприбывшие в мою империю раз и становятся сразу рабами или крепостными группа вспомогательных оперативников империи цыган начала отказываться от задания якобы за подшатнувшейся веры в конечную цель ну это опять же мы сто раз читали по ходу она вылезает в общем-то на каждом оперативном задании давайте тогда посмотрим при куда приведут эти откровения но 83 запаниковавшие ладно скорее всего сейчас тоже в панику удариться дам запаниковавшие оперативники минувы плюс 2 к сложности операции ну в общем ладно так здесь меня новое строение возможно это у нас энергетический мир и здесь еще до хренища куда энергетить что тут можно интересного сделать по на расчищать сюда пока нет вот чё строить вот по-прежнему остается проблемой данной энергетических планетах что строить полиция есть это есть то есть тоже есть ну если только если только в принципе блок поддержки подготовки рабов тут тоже в общем-то в тему будет да а вот они кстати как раз эти хавраны хаски здесь трудятся рим перим перим ну да наверно давайте блок подготовки рабов здесь поставим чтобы меньше бунтовали хорошо так торпеды торпеды жилье от районов города броня скорость планетарного строительства звездная крепость мне пожалуйста крейсера бы вообще уже уточнили линкоры на изучение на что-то нет так мы связались с буйной на многообещающей группы пиратов большая часть которая составляет цыгане это безжалостные головорезы с радостью примут от нас оружие корабли но после этого у нас не будет возможности контролировать их действия окей следующий этап ладно это всего лишь этап так это у нас снова уже строится флот и опять же давайте наверное я как-то их переобзову как привык опять же это у нас будет северный флот и их нельзя переназывать когда него и почему они не поправили вот эту дребедень с кучей вот этих сообщений я честно говоря не понимаю а ты у нас будешь южный флот вот так вот так мне кто-то границы тут закрыл открыл нет разные ну ладно окей кстати что у нас там вообще совете в сенате финансирую каперство да все еще а я не не определился мой голос может стать решающим слушать и интересно интересно дипломатический вес от силы экономики больше но торговый центр содержание бюрократов увеличится вместимость флота падает мне сейчас весь флота нужно так что извините ребята я не согласный я голосую против так чё там с нашей базы как ураждая не пивая чего нашу никак не за апгрейдится нормально вот наконец-то так стройте стройте давай сюда еще 8 вы как все это странно ладно так да и а ну да я я отправил отправил ребят где у нас тут наши когда я успел ее захватить не знаю так вы вообще как тут уже эти тети 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 стоп ты куда собрался а ты все правильно летишь гони его траве его сейчас мы его догоним и напинаем пум 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 тут тут нет ничего мне отжимать тут не придется кстати говоря пока помню где-то у нас тут была системка с червоточинкой по моему да мне казалось а с вратами вот здесь сюда надо давайте здесь тоже я а то потом забуду надо базу поставить а то кто из тех врат полезет фиг его знает надо быть готовым ко всему ну догоним кто а посольство посольство пожалуйста и это за всегда пожалуйста ну они все еще удирают они меньше удирают лучше прикольно ну ладно тут мы их я так понимаю сейчас нагоним сейчас мы их тут нагоним так а у нас кстати говоря новые традиции и хороший вопрос чем теперь заняться господство я обычно беру да что она на стоимость расчистки препятствий это так себя вот ежемесячный прирост когда мы закроем плюс один влияние на это хорошо так она дает у риги губернатора так себе столичное сооружение сооружение для жилья параметра плюс один жилье это хорошо наблюдение так силовики снижают преступность дополнительно повышение ресурс добычи ресурсов тоже хорошо максимально ну такое себе процветание содержание снижается стоимость снижается районы повышают жилье плюс 1 должность клерка продуктивность специалистов ты люди люди здесь производительность добывающих станций и должности торговца за каждые 50 поселений блин то это хорошо но влияние вот этот не больше нравится давайте мы это возьмем ну а там поглядим так догоняй давай наваляй этим нехорошего ребятам которые моих союзников обидеть посмели нет только не говорите миша не успеют прыгнуть нет не успели чудненько чудненько давайте посмотрим как это будет тихо это будет фаер шоу да красочная но в целом конечно избиение младенцев 9000 флот против двух с половиной это конечно на смотреть особо не на что на что этом потерял я нихрена не потерял так что я молодец так но тем не менее наш союзник проигрывает надо ему помогать уже как-то это дело исправлять ты тут все отбил и все мы вообще планируете тут но навалять то нет тех я надеюсь вы туда летите шиш там они 3 1 летят вроде туда ладно вроде идет зачистка тогда я тебя я тебя тут ничего ну сюда давай зачистим вот это вот с этой стороны почистить почистим региончик не стой без дела немножко осталось почти закрасили свою территорию солидный такой кусман галактики отхватил в итоге да извините скорость здесь у нас безработный это у нас на отсюда иди пожалуйста вот так кстати да еще наверное я тебя вот так да отклонили к коперства отлично мой мой голос действительно оказался решающим вот вот так нормально 13 хорошо зайдет плюс 70 а вот это другое дело так это где у нас а это ты вот этот отжал окей окей продолжаем разговор наш научник все еще летит кстати до сих пор даже не допрыгнул так сложный боевые алгоритмы реактор гипердвигатель научно-исследовательский институт давай давай пойдет на пользу а здесь максимум звездных баз и расход влияния на притязание меньше будет да наверное давайте его возьмем вот так и ну апгрейдить мы разумеется все это будем потом тогда вернемся с войны так а у нас кстати говоря вот так вот мы можем сделать мы вот это вот сейчас за апгрейдим секундочку так вот этому за апгрейдим а это все тогда оставим пока а где кстати моя армия ой где ты гадет ты где ты армия моя далеко далеко ты от ридного краю ладно ночью продолжаем тогда ждем когда долетит до этой базы наш флот или что-нибудь еще интересное случится так но я долетел тут достаточно бодро ввязался в бой опять же достаточно оперативненько все это все это тут зачистил вернее сейчас почти зачистил на процессе думаю неплохо получается вот красивая была база была говорю база но большая еще к тому же база ну ладно все запинал запинал говорю господи как же долго то даже потери есть и сменится корове поле ну ты какую уперто так ладненько хорошо тогда мы пока сейчас дождемся вот этих ребят потом пополнился и вот здесь немножечко расчистим территории на тучу ты это 65 процентов я не пойму в их пользу или в нашу а усталый подари это усталость от войны господи я забыл что это не проценты победы до усталость от войны у на у них пока больше чем у нас а вот перевес кстати незначительный но в нашу сторону вот этот пол империи их не захвачено это незначительный перевес ну будем знать так это у нас достроена чудненько как у нас тут кстати с охватом торговых то сюда же не достаешь здесь ну тоже так понятно ладно но в целом регион охвачен хорошо куда тебе теперь то отправить на сюда наверное давай вот так верфи так верфи у нас второй флот достроен уже и эсминцы я тут поставил на заправочку так и собственно остаются только крейсера тоже 10 штук окей 24 мне не хватит на ну ладно давайте по очереди тогда раз два три 4 5 как раз по 5 штук будем строить окей так прилетел наконец-то ну давай займись раскопками да значит давайте напомню что у нас там за раскопки на луне дебакс прайм пром несут свой долгий вздозор безмолвные великаны 9 исполинских статуй расставлен так словно они охранять нечто в средине своего круга их кожу покрывает искусственно обработанные доспехи а позы выражают неусыпную бдительность словно они следят за каждым вашим шагом но рядом нет ничего что стоило бы охранять быть может объектах внимания сгинул во времени на телах стражи видны следы схваток да и у нас долетели мои орлы объединяем вот 10 10 так все и теперь пополняем и пошли зачисткой заниматься заниматься зачистка хотя они так справляются да все равно сюда уже пригнались чё тогда дурью мается ну-ка если лечиться тебя куда ты здесь останешься лечись тогда тогда лечись полечишься полетим дальше накидывать собственно как 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 все быстро да но это да это далеко сюда что у нас тут на 34 отключенные врата то интересно научно-исследовательский институт скорость исследований и он интегратор генератор щитов или плазмы дайте генератор щитов возьмем а здесь жилье хорошо ракеты двигатель рой модификация давайте плазменный двигатель его я возьму вот так вот вот так вот чтобы прибавить скорости нашим корабликом что такое опять чрезвычайные меры лучше на икс или на исследование да вы чего дальность действий сенсор производительность научно вообще да почему нет я поддерживаю она и так поддерживал окей крутим дальше что-то наши шпионы на шпионе ли доставили на им территории империи цыган оружие корабли происхождение которых невозможно отследить начать операцию на 65 потеряем вооруженные нами капер расположили системе бурс точность начали атаковать линии снабжения наши аналитики считают что империя цыган старым пару ближайшее время направить свои силы на борьбу с этими нарушителями порядка бурс бурс где систему бурс так быстрее будет бурс вот она 1366 столько усилий ради вот этой вот 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 этой вот где она вот она наконец объявилась всего-то не ну так по тылам конечно пошуршать в принципе сил хватит да тут немножечко главное чтобы она на одной планете не остановился смысле на одной системе сейчас давайте глянем как она тут запинает не запинает запинал чё дальше делать будешь станцию сносишь добычу тоже хорошо тоже дело нужно бум а потом полетишь куда-нибудь ну а ну тут еще дождя это а это база ну правильно база же еще есть станет ни хрена все так повесли ну то есть минус 1 дабы дай добывающая система и все за 60 очков ну нафиг не это не эффективно и не интересно так что у нас тут расход влияния на протязание предел размера флотилии армия клонов и центры давайте центра оздоровления это апгрейд этих самых клиник ускорение прироста где вот он где я хотел сказать где мой колониальный корабль вот он и того наш куда его заслал нам далековато далековато ну ничего ничего прорвемся я конечно на выглядит все очень не очень с этими товарами массового спроса к еще есть куда так у нас там что-то уже накопали чудесно отряд археологов начал вести себя странным ходу раскопок мешает несчастный случай среди исследователей участились травмы даже самые опытные ученые с многолетним стажем винят во всем стражей суеверия и паранойя заставляют их утверждать что статуи оживают когда на них никто не смотрит хотя нет никаких оснований считать что лишь не лишенные суставов тела вообще способны двигаться ситуация быстро выходит из-под контроля когда в крошечных порезах на вершине стража обнаруживаются следы биомассы свидетельствующие об обильном кровотечении пока не ясно то ли страж просто стал удобным козлом отпущения то ли за всем этим что-то кроется отлично и ну пока ладно нам не буду пока ничего делать так ты у нас прилетел давай мы тебя куда-нибудь сюда отправим а здесь у нас да началась а схватка воскресная 2 икадзунов еще одну интересную базу нахлобучиваем все-таки нравится мне бои в стелларисе очень-очень кратичное зрелище готова солидненько накидали даже без потерь чудесно и а война закончилась все пису пис окей пису пис так пису пис неплохо так отжали ребятки наши союзнички до экспансию свою понимаешь развернули в этом направлении ну да ладно закончилась война значит а значит все хорошо и это главное так тогда наш десант мы куда-нибудь отводим это тоже сейчас вернуться все вот такая получилась коротенькая войну чекам и не совсем чуть-чуть поучаствовали но я и не против так все а да не все куда-то пропал ведущий ученый на закате он поджиган покидает лагерь в поисках тихого местечка где можно подумать о стражах и больше его никто не видел последние дни его беспокоила безопасность лагеря с учетом возрастающего количества инцидентов возможный уход является формы протеста ситуация конечно сложная но главное что нам нужно сюда кого-то посадить теперь и чем давайте еще одного лохопета на нем но смысле новичка и отправим его тоже исследовать дальше заняться раскопками копать ну а мы блин продолжаем ждать интересных событий так мы у нас что-то опять накопали композитные композиционный анализ стражи показал что они состоят из неизвестного металлокерамического композита на историческому обществу не под силу изготовить подобный материал но предварительные расчеты указывают на то что статуи древние любой из цивилизации которые могли быть здесь увы и сканеры пока не могут пробиться сквозь металлическую оболочку стражей продолжаем копать дальше так почти закончен у меня второй флот на восемь с половиной тысяч уже один кораблик собственно остался и я прям вот идеально вписался на 2 на 2 единицы у меня осталось свободных сразу давайте за апгрейдим и поясним сюда адмирал какого нибудь маневренность субсветовая скорость ну в общем нет а вот сейчас он за апгрейдится и мы куда нибудь он перекинем на границе так наука наука плазменный двигатель да вот он чем тут у нас апгрейдится репликационные комплексы да да вот это вот мы не нужно даже больше чем все остальное и еще раз сразу накопали на краю обрыва прямо над стражами найдено все имущество пропавшего археолога ученого по имени бла-бла-бла незаконченная незаконченная ограда из палочек вокруг одного из стражей свидетельствует о том что что-то отвлекло его в числе прочего обнаруженный мыслизор устройство помогающий изолировать разум от сторонних помех сломанный фонарик и сканер обнаружились паться под обломками крыла стража сканер был модифицирован весьма необычным образом возможно с его помощью нам удастся пробиться через застал защитный покров стража если ученый требуется нам в добром знать и здравии то стоит выделить на его поиске дополнительные ресурсы поскольку его шансы на выживание необжитых землях тают с каждым днем минус три зацепки мы не станем тратить так ни на чем не экономить я не могу да у меня не хватает влияния ну что ж минус три зацепки делать нечего копаем дальше так ну и недолго у нас собственно пауза продлилась пропавший археолог найден без сознания серьезными травами под лески под подскальным образованием под его рукой лежал окровавленный планшет и вот тут же направили в госпитале на лечение травмы мозга возникшей в результате удара сверху и хотя его состояние стабилизировалась он все еще страдает от потери памяти ничего не помнит ранения его теменной кости обнаружились осколки уникального сплава из которой сделаны стражи но он помнит лишь попытки скрыться от какого от кого-то и спрятаться ненадежном укрытие частью его записях содержится полезная информация получаем плюс 5 зацепок а ученый наш получает черту покалеченный до копаем дальше давайте посмотрим вот он у нас покалеченный минус 40 лет жизни дам бедняга скоро помрет совсем молодой совсем красивый ну да ничего а ладно крутим дальше ну и собственно заканчивается квест со стражами археологи восстановили модифицированный сканер поднадлежащий ученому по имени бла-бла-бла пробившись сквозь толщу гибридного материала статуя устройства уловила слабое излучение от ядра для дальнейшего изучения нам придется вскрыть одну из статуй что скорее всего приведет к ее разрушению так как одна из них уже лишилась части крыла начальник экспедиции советует начать с нее можем вскрыть но аккуратно получим один малый малый артефакт и создадим особый проект бдительной стражи мы не будем искренять религиозный памятник опять же плюс один малый артефакт добавлен модификатор бдительные стражи этики привлекательность спиритуализма плюс 10 единство от должностей плюс 15 а на этой планете минус один район и плюс 10 к единство еще от должностей а либо просто сравняем все к чертой матери опять же создает проект и единицу артефакта религиозный памятник не хочу мы я не хочу спиритуализм ударяться он мне нахрен не нужен поэтому либо первый вариант либо третий я боюсь если я выберу третий нам придется с этими стражами махаться я к этому сейчас морально не готов да и физически тоже у меня там армии нет а планетка мне извините нужно это наша пробка ее терять нельзя поэтому мы будем аккуратно их скрывать и посмотрим что это даст что за проект такой да значит нам теперь проект надо это у нас вот здесь а кстати очки победы да я неплохо так оторвался от всех кроме двух это у нас стагнат и как идите более чем в три раза или в два в три в общем я сегодня с математикой туго считайте сами короче круто исследования посмотрим что нам это даст и у нас там еще наука опять же изучена центры клеточного оздоровления чудесно райские купола можно строить пресс какая продолжительность жизни лидера промышленные субсидии о надо забираем стройку завершил хорошо и ты тут у нас чем ничем не занимаешься да у нас еще вот здесь есть наука давай туда полетим там покопаем но это уже наверное в следующую серию идет ну и вот завершён проект стражи пробудились отряд инженеров был готов приступить к осторожной разборке крылатых истуканов но внезапно по телам статуй пробежала легкая дрожь воздух наполнили гудение и свет ярко сияние вырвалось из тел стражи обрисовав под прозрачный куб от призрачной кожи узлы электронной сети прежде чем археологи успели понять что происходит статую окружили отряд и накрыли его силовым полем они хотят с нами поговорить ну а заткнуть опять же ничего интересного мы просто все это уничтожаем а как не было но мы послушаем страж со сломанным крылом поворачивается к другому стражу и говорит дивена прошу тебя отпусти их я хочу освободиться из плена я потерял счет дням как долго мы служили господам на этой земле пока они блаженствовали у него с под ногами я жива и чувствую себя мертвы и они мертвы и чувствуют себя живыми освободи меня я прошу прощения за эти паузы делал то что я болею мне надо откашлиться дивена смотрит на нее с отвращением эксцельсия возьми себя в руки все кого мы любим живут в раю или ты забыла о нашем грехе мы поклялись вечно хранить их покой в этом наше искупление она бросает взгляд на ученых дарлыки вы не способны нам навредить не мешайте нам и мы будем вечно стеречь эту планету то что ты такое тишина в ответ небеса у наших хозяев весьма изысканный вкус ну и соответственно мы либо принимаем эту защиту да у нас получая появляется вместо вместо археологических раскопок появляется ста стражи и это единство от должностей плюс 10 всего-то и нам не нужна я так понимаю не знаю что будет ну блин у меня вариантов нет ну хорошо мы согласны принять вашу защиту эксцельсия подходит к археологам прошу умоляю окончите мои страдания отпустить ты нам нужно ой давали все все вот так вот просто вот тут ничего на ничего особого мы не получили у нас получается тут особенности стражи до плюс 10 единства от должностей на этой планете ну ну такое ну такое вот ладно давайте тогда на этом закончим никак я не меня не получается закончить с точнее убрать минус по товар массового спроса что тут еще то изучить то ионный дезинтегратор давай ионный дезинтегратор вот но тем не менее а в этой серии мы немножечко повоевали мы провели странную войну с цыганами в которой практически не участвовали тем не менее победили раскопали этих наших вот стражи и построили новый флот на он уже построен давайте мы его куда не перекинем на границу допустим вот сюда пусть здесь караули до сторожит наших соседей вот еще немножечко по закрашивали в серые наш кусок галактики ну и по сути дела все посмотрели как растет опыт нашей федерации приняли парочку резолюций и остаемся по-прежнему самыми крутыми в галактике что же давайте на этом заканчивать тем больше говорить я уже не могу в общем если вам понравилось эта серия ставьте лайк если не понравилось ставьте дизлайк оставляйте ваши комментарии давайте делиться впечатлениями об игре о моем канале в моем прохождении подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны и обязательно жмите на колокольчик чтобы не пропустить выход новых серий да у меня на этом на сегодня все всем спасибо и пока